Продолжение следует... 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 не может быть трактована в способ чисто инструментальный, без взгляда на то, на каком этапе жизни истоката здесь находится. Продолжение следует... 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 И в таком понимании право до жизни означало, что государство может помочь утримать это жизнь и право до жизни постигало за собой довольно далеко идут konseквенции, которые некоторые люди считают, что они должны постигать. Например, что на аппарате państвовом должен спочвать облик утримания человека на уровне минимума так, чтобы он не умер с голоду, потому что его право до жизни будет загрожено или нарушено. Волность жизни говорит, что я могу жить, я могу ее в своих руках, что государство не может меня обликать и решетку я сам могу себе поразить. Диснейшие аргументации и споры дотичат чего-то еще одно, что человек, который очень старый или хорый и хочет умреть, может умреть или нет. Я только сигнализую этот спор, потому что ответ на это вопрос прекращает мою возможность осудов моральных. Розами должен работать домом, который не получит Zhuere и не его смерть будущего,фор swimming stockом группирования transfёнком, а также заряда соревновательными мированиями гимнацин闇а. тогда, когда существует обязательность подъятия действиями радовательных жизней. Эутаназия является запрещением натуральной смерти. Эутаназия является чаще всего лишь связанной с выбором. Это выбор, который оказывает человека, который ожидает от отечения, который ожидает от отечения, что позволит ему умреть, ухлеваясь, уникаясь в этот способ неизвестных до столерования терпений. Эутаназия вяжет себя с основными конфликтами. Конфликтами важности podstawовых. С одной стороны, мы с дочинением с важностью, каком есть жизнь. С другой стороны, с правом каждой части, до autonomичного решения о самой себе. Это также конфликт между жизнью, каком, а его качеством. Не ма простых разъединений этих дилематов. Моральность и, з регула, право безвзлядно заказывает утаназию чинной, оповидающейся по стороне жизни. Но одновременно, моральность и право не наклада безвзлядного обязанности хороичного трвания до конца, в ситуации, когда мы с дочинением с хором терминальной, хороичного отворения себя до всех средств. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним из проблем с медицины, честная доступа до раковых, уж в каждом крае, независимо от того, как богаты, есть операции, которые можно сделать только несколько, а потом, которые уракали бы живое, с метки. И тогда нужно искать критерий, Кому мы будем жить радовать, а кому не будем? Это очень трудно и нет никакой ответственности. Особным проблемом есть вопрос эутаназии. В 1991 году на злецене ряду холендерского проведено бадания, из которых выникло, и что пятый человек в этом крае умирал в результате подания ему через лекарство забирающего средства, в результате предавкания средства, либо в результате неподъятия или прерывания лечения. Продолжение следует... Продолжение следует... Право до жица, которое есть везде широкое, потому что, если человек живет, то есть предметом прав и волности, это о парадоксе, уявлете в конвенции европейской Бенаймень не как право абсолютное. Значально более ригурыстичная есть конвенция европейская, когда идет о заказ тортур. Там не нет выемоку. Но когда идет о право до жизни, выемки есть, хотя бы в состоянии допущенности кары смерти и других ситуаций, в которых может настать в легальный, с точки зрения конвенции европейской, способ избавления человека жизни. Почему так стало? Потому что каждый акт права международного, так и конвенция европейская, должен быть угоднен между теми, кто этот акт подписывает. И по-просто посчегольные страны и их общество не были готовы до того, чтобы проводить абсолютный заказ избавления человека жизни. Задаряется, что люд зброю не выступает против власти, которая нарушает его права. Есть это в полной исправедливое, если власти этой не может сменить в способе демократичный, облить в выборах. Было тоже инакцией, что влада есть демократична, а экстремистичные партии, левицы или правицы, усилуют зброю не влады эту облить. Втеды, конечно, она имеет право брать. Заказ тумения повстань управлять в мысль конвенции международной до использования премок, а даже ухиления права до жизни. Это очень трудный, очень сложный, потому что могут быть такие ситуации, повстань збројных, или rebelи, которая, то rebelия начинает себя крваво и умага тумения. Но, конечно, этот запись, прежде всего, как большинство записов международных, был выдан из представителей рэппызэндов и это уже немного скомпликовано, как бы и ставят этот запись в моих оцах, в ненайлепшем светле. Запис этот может послустить до тумения rebelии, которые сон через ранды, или через państwa окрећлоне как rebelие. И тогда, oczywiście, для меня, ужище брони и забойства в таких выпадках, мимо, что конвенция позволяет на ухиление права до жизни, не сон допушцалне моральне, или не ламијјј заказ забивания, или моральне право до жизни. Весьмя пример, прежде всего, зазнанных нам przykładов 1956 р. на Вэгрех, когда венгерская инсурекция была узнана за повстание, или за rebelие и была стумена очень збројнно. И тут еще один из элементов это пропорционалности, пропорционалности действия, то значит, в каком моменте стумение повстания есть только стуменем повстания, в яким выраздася врзещ людности цивилной и тут мы пример чеченский, очень недавний. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок какого-то большего добра, а то есть чем-то другая кара смерти. Кара смерти наоборот есть выдана в моменте и в моменте, в которой человек, которого каремы, безпосредственно такого загрожения не створит. Я думаю, что самый мощный argument премидая против карты смерти является то, что это акт неодвракалный. И случаются от часу до часу побылки, когда траконы человек совершенно невинны. Того факта уже не можно потом кофнуть. Это компрометует целый вымиар справедливости. Инным argumentом, я думаю, что тоже мощным, есть то, что вешаетесь к кому-то в имяне государства, что делают это у женицы государства. И есть это также акт, который я думаю, что компрометует общество цивилизованное. Что сделать, чтобы кара, внесение кары смерти не взмагало доказания людей, что преступники безкарны. Я думаю, что есть один основной аргумент. Внесение кары смерти не впроводит безкарности, потому что в это место входят другие карты, особенно кара до животного вида, которая на целое жизнь элиминает справки со сообщества людей волных. жизнь в конце чего-то Freхи неволівник права, неволевник права. Элицы распрои Queen во對不對 recent Front Тюлекрость мы также можем, моим словом, отмазать права для отбирания человеку жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова